ASUS V222-FBK-WA008D – универсальный моноблок с качественным IPS-дисплеем. В комплект поставки вместе с моноблоком включили беспроводные клавиатуру и мышь, кабель питания и документацию. Посмотрим на корпус. Моноблок сделан из серебристого пластика с текстурированной поверхностью. Комплектующие равномерно распределены по площади устройства. Угол наклона дисплея регулируется. Все рамки, кроме нижней, толщиной 2 мм. Это повышает комфорт при просмотре любого контента и позволяет создать бесшовную рабочую зону с помощью второго монитора. Посередине нижней рамки расположена фронтальная камера на 1 мегапиксель. Для видеозвонка в зуме этого хватит. Теперь о дисплее. Он построен на IPS-матрице с разрешением Full HD. Диагональ 21,5 дюйма, что делает эту модель компактной. Покрытие цветового пространства sRGB здесь стопроцентное. Можно работать с фотографиями, видео и графикой. За производительность системы отвечает Intel Core i5-10210U. Четырехъядерный процессор с частотой до 1,6 ГГц и до 4,2 ГГц в режиме Turbo. Его дополняют 8 ГБ оперативной памяти. Графический контроллер дискретный. Это видеокарта NVIDIA GeForce MX110 с 2 ГБ видеопамяти на борту. Для установки системы и хранения данных предусмотрены накопители SSD емкостью 256 ГБ и HDD на 1 ТБ. Если вам этого не хватит, можно дополнить память внешним диском. В наличии Wi-Fi и Bluetooth модули. А из портов здесь один USB 2.0, четыре USB 3.1 первого поколения, HDMI для подключения второго монитора, гигабитный сетевой порт и композитный разъем под наушники с микрофоном. В нижней части моноблока расположены парные трехватные динамики с технологией Sonic Master. Если вы не требовательны к звуку, то внешняя акустика не понадобится. Обратите внимание, на моноблок предустановлена система Endless на базе Linux. Если вы хотите работать на Windows, ее нужно будет приобрести отдельно и самостоятельно установить. Подведем итог. Перед нами универсальное решение. И поработать можно, и кино потом посмотреть, и поиграть в любимую игру. Главные плюсы этого моноблока – IPS-дисплей со стопроцентным покрытием цветового пространства sRGB и достаточная мощность, чтобы потянуть видеомонтаж без кучи эффектов и гонять игры на высоких настройках. Субтитры создавал DimaTorzok